Юрий Федорович, добрый день, это к вам обращается житель Анапы Кузин Виктор Кузьмич, я проживаю на улице Объездной. И вновь о дорожной ситуации, теперь из уст Анапчан. Жители Объездной просят разрешить им перекрыть сквозной проезд, которым пользуются автолюбители, зачастую игнорируя элементарные правила безопасности. Езда по пешеходной зоне, повреждения припаркованных машин, избитые вазоны с цветами, постоянные неприятности проживающих здесь Анапчан. На ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрят этот вопрос. Хорошо, хорошо, давайте на комиссии мы рассмотрим, я понял, раз желание есть у вас там привести все в порядок, мы не возражаем. Блок когда поставили, просто все ожили, вечером выходят, дети на самокатах, на велосипедах с колясками гуляют, там зеленая зона, тень. Об общественном транспорте «Звонок из Чембурки» Татьяна Викторовна рассказывает. По 121 маршруту ходит маленький автобус, который не вмещает всех желающих уехать в город. Начальник отдела по транспорту и связи объясняет, вместительный автобус с понедельника был на ремонте. Большой ходил, полный был, пустили маленький, он просто не останавливается, проезжает мимо. Поломался большой автобус, пустите два маленьких. Об уличном освещении от жительницы Виноградного. Половина улицы ясная, освещена, другая встречает вечера в потемках. Прежде чем тянуть линию, нужно получить технические условия, говорит Анжелика Бузунова. Закладывайте деньги, не в 18-м, а в 19-й год, значит надо. Я говорил, Зинаидия Амфеевна, там есть такой момент, сейчас нужно получать технические условия на ЖКХ и выделять деньги на все это, а скорее всего это будет ближе к 19-му году или конец 18-го, ну посмотрим как будет. Мне было бы очень хорошо, что эти подсвобода хотели сделать. А вы сколько готовы фонарей повесить? Один. Около себя, да? Возле себя один. Все, молодец, правильно, спасибо. Оплата электроэнергии за уличное освещение – очень дорогостоящее мероприятие, в котором должен участвовать не только муниципалитет, но и домовладельцы. У меня задача очень опростая для муниципалитета, как я это вижу. Хотя бы на углах, на кварталах мы должны подумать, сделать свет. Дальше ты хочешь, Александр Иванович, вот фонарка, вешай себе, кобру, занимайся. Все вопросы записаны отделом по работе с обращениями граждан и будут рассмотрены в том числе с выездом на место.